Предупреждение! Данная программа содержит сцены курения. Минздрав Российской Федерации предупреждает. Курение опасно для вашего здоровья. Мальчик пропал из детского сада. Около ста человек разыскивали ребенка. Вечером малыша вернули родителям. В детском саду номер 37 по улице Коплунова уже начался сонный час. Все воспитанники дошкольного учреждения спят, только воспитателям сейчас не до отдыха. Они ищут ребенка. Пропал мальчик. Уже приехали взволнованные родители, сотрудники полиции, администрации и прокуратуры тоже на месте. Почти 100 человек вышли на поиски ребенка. У них распоряжение заглянуть под каждую кровать и в каждый шкафчик. Осмотреть все песочницы и горки, проверить каждый куст на прилегающей территории. Многочасовой поиск не дал положительных результатов. Никто не знает, куда мог подеваться мальчик. Воспитатели молча уходят в сторону. Заведующий от общения с прессой тоже отказывается. Здесь замглавы. Если она даст разрешение ради Бога. Нет, значит есть полиция. Никакие комментарии давать не собирается. Зато отец пропавшего ребенка не сдерживает эмоций на камеру. Какое отношение может быть? Просто ребенка в садике. Куда она вообще смотрела? Мужчина рассказал, что для маленького Захара это второй день в детском саду. Сына приводят на несколько часов для адаптации. Папа не знает, куда мог отправиться ребенок. Он никогда во время прогулок не убегал с детской площадки. Тем временем поиски пропавшего ребенка продолжаются. В итоге его нашли. Выяснилось, что его по ошибке забрал из садика пожилой мужчина. Просто перепутал внука. Дедушка привел Захара домой, покормил его и стал играть. Подмену заметила его супруга, которая пришла домой. Она немедленно отвела в сад незнакомого мальчика. На этом история не заканчивается. Сотрудников детского сада ждет серьезная проверка. Налицо халатность воспитателей. Именно они передали ребенка в руки незнакомого мужчины.